Воронежцы обсуждают необычное ноу-хау. На улице Острогорска в микрорайоне Шилова внезапно появились распечатанные на принтере бумажные дорожные знаки. Кто и с какой целью их разместил, выясняла Елена Пенкина. Эта самодеятельность в новом квартале Ласточкино здесь мало кого удивляет. Машин здесь хватает, а вот пешеходных переходов ни одного. И все бы ничего, но 103-я школа находится как раз на другой стороне дороги. Детей очень много. 1400 с чем-то детей в школе, все на районе и все бегают через дорогу. Они совсем крохотные и надежда, что их заметят водители, конечно же, нулевая. Но дорожные знаки, распечатанные на принтере, скорее не для водителей, а для чиновников, от которых зависит благополучие налогоплательщиков. Люди купили квартиры, чтобы здесь жить, а вынуждены ежедневно сталкиваться с трудностями из-за отсутствия нормальной инфраструктуры. Например, даже добраться сюда из центра – большая проблема. По словам местных жителей, маршрутка в микрорайоне ходит только одна, и остановок как будто и не предусмотрена. И в садик, и в школу ходят, и вообще вот не транспорт. Это мы здесь просим заради бога остановить, потому что там идти очень грязно, чтобы вот здесь пройти хотя бы по асфальту. Потому что здесь водителям не разрешают нам останавливать. Остановка общественного транспорта на основной дороге есть только на выезде из Шилова. Говорят, здесь уже сбивали детей. Только от этого зебры у школы и детского сада так и не появились. Ребенок пострадал, и водитель говорит, что у меня была здесь главная дорога, но людей сбивают, видимо. Плюс там еще чуть дальше тоже нужен переход, потому что там рядом детский сад расположен. Утром много людей там переходит, там проезжает много машин, и утром там очень тяжело переходить. Мы сами ходим там в садик, но это мы долго стоим, ждем, пока можно будет перейти. Плюс там нет тротуаров, там очень грязно сейчас. К тому же здесь находится крупная детская поликлиника. Это обеспечивает постоянный поток не только людей, но и автомобилей. Остановку на противоположной стороне, а потом уже делать пешеход. Конечно, нужно, потому что здесь такое движение довольно часто. Машины в поликлинику ездят. И, конечно, постоянно я сама на машине иногда езди сюда. Смотришь, иногда и дети идут, и одни в школу они идут. Жители микрорайона недоумевают, как можно было заселять сюда людей и при этом не проложить тротуары. Люди неоднократно подавали заявки в городминистрацию, однако ответа так и не получили.